здравствуйте меня зовут демитков юрий сегодня вы узнаете о том что такое облигации и чем они могут быть вам полезны облигации могут быть прекрасной альтернативой вкладу и дать вам больше процент чем депозит смотрите это видео и вы узнаете что по облигациям спокойно можно получать доходность 15-30 процентов при этом в отличие от вклада вы ничего не теряете при досрочном изъятие денег кроме того вы узнаете что такое дефолт и технический дефолт что такое купон и как он начисляется и что такое бонды и евро бонды и что значит стричь купоны и так что такое облигации чем они интересны облигации это долговая бумага то есть вы даете кому-то в долг например к вам пришла соседка и попросила в долг до зарплаты обещает зарплаты отдать и вы дали ей денег у нее возникло обязательство отдать вам деньги обязательство по-английски звучит как obligation то есть обязательство далее зарплата она обещает погасить долг но то есть срок погашения оговорен погашение но вот я задержали зарплату и она задержала вам выплату долга что получается но она клянется отдать как только зарплату отдадут но срок то не выдержан поэтому вы договорились подождать две недели вот это называется ситуация когда срок подошел а вам долго не вернули технический дефолт то есть точно вернут но пока не вернули технический дефолт но вот если в течение двух недель не вернули то вы уже договорились что вы подаете на неё суд вот суд называется уже просто дефолт вот таким образом Такие простые вещи объясняются, которые вы слышали. А теперь представьте на месте соседки огромную корпорацию. Например, Газпром или Роснефть. И Газпрому нужны деньги на разработку нового месторождения. Много денег. После того, как это месторождение заработает, деньги пойдут, прибыль пойдет. Но вначале необходимо инвестировать эти деньги. И Газпром может пойти и попросить деньги у банка. Но в кредит. Но под проценты. Но ни у одного банка нет таких денег. Поэтому и был придуман такой инструмент, как облигации. Ну, тогда еще Газпрома не было. Он давно придуман для того, чтобы организации, крупные аксессионерные общества могли взять деньги в долг. Итак, Газпром берет деньги в долг, выпуская облигации. Фактически это долговые расписки. И в них четко говорены сумма долга, то есть номинал. Когда и в каком количестве выплачиваются проценты по взятым деньгам. Проценты по облигациям называются купон. Вот просто что значит купон. Раньше облигации печатались на бумаге. И там было несколько купонов. Как правило, раз в полгода. И когда выплачивался купон, отрезался один купон. И отсюда пошло название стричь купоны. То есть они отстригали купоны. То есть получать доход по облигациям. Вот что значит стричь купоны. Все, что касается долга по облигациям, очень жестко оговорено в специальных законах. И за этим очень строгий надзор. Все выпуски облигаций регистрируются в государственных органах по закону. И если в нашей стране, то это комиссия по ценным бумагам. И эмитент обязан предоставить гарантии возврата долга по облигациям при регистрации. Чтобы получить разрешение на их выпуск. И для этого нужно выполнить ряд очень и очень жестких условий. Это касается национальных облигаций. Но есть еще облигации в долларах, евро или в других валютах. Там в турецких флирах, например. И они торгуются на международном рынке. Как правило, такие облигации регистрируются в Лондоне. И эти облигации называются евробондами. А просто бонды, это так называются облигации в Америке. Чем же для нас с вами интересны облигации? А тем, что вместо того, чтобы класть деньги в банк на вклад, который потом их выдаст кому-то в качестве кредита под более высокие проценты, вы сразу даете их кому-то в кредит под более высокие проценты. И еще чем интересны облигации? Тем, что их можно свободно как купить, так и продать в любой момент времени. И при этом вы ничего не теряете в процентах, повышенных процентах. Потому что проценты начисляются каждый день на номинал облигации. Но облигации редко продаются или покупаются по номиналу. Как правило, ниже номинала. Процент от номинала. Если поделите цену на процент, от номинала, по которому покупается, то получается текущая доходность, которая бывает выше, чем купонный процент. Так как цена ниже. И цена на облигации состоит из двух составляющих. Собственно, цена облигации плюс накопленный купонный доход. Он сокращенно называется НКД. Который как раз и начисляется каждый день. Вот в этом и кайф. Вы, например, покупаете облигацию с текущей доходностью 15-20% годовых. Это легко сделать. И каждый день видите, как у вас растет НКД. Потом вы продаете эту облигацию. Может быть дороже, может быть дешевле. И получаете цену за облигацию плюс НКД. За тот период, сколько облигация находилась у вас. Чтобы не быть голословным, вот сейчас я покажу вам таблицу по облигациям. В этой таблице есть столбец «Доходность». И вы видите, что доходность некоторых облигаций достаточно большая, огромная просто. Как правило, такие облигации, такая доходность достигается, когда имитент находится в тяжелом положении, и заемщики сомневаются в его платежеспособности. Но в частности сейчас Пересветбанк в таком состоянии, вот вы видите. Поэтому облигации с доходностью выше 30% лучше не брать. Это говорит о серьезных проблемах у имитента. Но вы видите, что набор бумаг с доходностью от 11% до 28% достаточно большой. И не забываем, что банки сейчас дают доходность по вкладам не более 10%. И на вкладе деньги замораживаются. А здесь в любой момент времени вы можете продать. Как купить облигации? На бирже. Для этого необходимо открыть брокерский счет, абсолютно бесплатно, внести деньги туда и выбрать соответствующую облигацию, поставить заявку на покупку, все. Также точно и продать. Поставил заявку на продажу, продал. Как все это сделать? Я рассказываю на своем курсе «Как торговать на бирже». Кроме этого, я также расскажу вам на этом курсе, как покупать и продавать валюту по курсу ниже, чем курс ЦБ. Смотрите мои видео, и вы узнаете также, что такое фьючерсы. И как можно спокойно купить и продать, например, золото или нефть. И золото, не заморачиваясь на экспертизах, совершенно, так сказать, не заморачиваясь там фальшивое, не фальшивое, совершенно спокойно золото можно и купить, и продать. Поэтому подпишитесь на мой канал. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. А сейчас поставьте, пожалуйста, лайк под данным видео и до свидания. До встречи!